В поисках Йеннепер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Время Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Пошла! Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... а а а а а чего надо а ключ потеряла бабуся нет сковородку видишь ли этот дом всегда стоял пустой и вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе стою я у окна чтобы посмотреть что дальше будет он должно быть меня приметил потому как гляжу а он ко мне идет схватилась я за сковородку чтобы если что защититься а этот вежливо так спрашивает нет а и а 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 тот что рой должно быть там лежать и остался заказа на сковородку у меня еще не было ладно скажу поищу лучше подожди здесь на всякий случай а а а а а тело понятно откуда запах удушен горотый остальные старые шрамы как у солдата что ты сказал золот удушен горотый остальное старые шрамы как у солдата а вот когда я сама с собой болтаю говорят я чудная стала какие-то документы сожжены почти дотла некоторые фрагменты пожалуй можно прочесть и 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 Продолжение следует... 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 Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славной виктории в сражениях с Нильфгардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста. Спасибо еще раз. Вовек Тимерия не погибнет, если мы живем. На! Давай! Ну, пошла. Ты слышал обрега и брики? Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Сарк Винлеве сейчас в башне, за воротами направо. Надо полагать, у капитана есть ко мне дело. Это армия, Нордлинг. Здесь не спрашивают. В башню. Я слежу за тобой, Нордлинг. Подписывайтесь на канал, Нордлинг. Продолжение следует... Продолжение следует... Наши, то есть тимерцы, раньше уже забрали и... Дадите тридцать, уже хорошо. Ну, рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Янифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся Грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Почему для тебя так важен этот Грифон? Потому что для меня важны люди. Это чудовище уже убило девятерых. В том числе нескольких солдат. Чтобы его поймать, мне пришлось бы вывести на охоту весь гарнизон. Прочесать лес, организовать облаву. А это невозможно. Не хочешь морочиться? Не хочу рисковать. Я не могу разбрасываться силами. Тимирские войска разбиты, но люди только и ждут, чтобы взяться за оружие. Так что насчет Грифона я могу сидеть, сложа руки или нанять мастера. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль пятерых молодых ребят. Два дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если б не бляхи. С тех пор Грифон нападает, где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привезти? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и... странный. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за десять миль. Кру... Крушина? Впервые слышал. А я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распутье, и она тебе поможет. Тамира и Мыслов. Спасибо. Эс зон в Яктон. Подписывайтесь. Как? Мыслов. Продолжение следует...